Биология. Тема образования планетных систем. Ученые полагают, что туманности являются этапом формирования галактик или крупных звездных систем. В моделях теории такого типа планеты представляют собой побочные продукты образования звезд. Эта точка зрения, впервые высказанная в XVII веке Кантом и позднее развита Лапласом, Копером, Альвином, Камероном, подтверждается целым рядом научных исследований. Молодые звезды обнаруживаются внутри туманности области относительно концентрированного межзвездного газа и пыли, размеры которых составляют несколько световых лет. Туманности встречаются по всей нашей галактике. Полагают, что звезды и связанные с ними планетные системы образуются внутри этих громадных облаков материи. С помощью спектроскопии было показано, что межзвездное вещество состоит из газов, водорода, гелия и неона и пылевых частиц, имеющих размеры порядка нескольких микрон и состоящих из металлов и других простых молекул. Поскольку температура межзвездного пространства очень низка, все космическое вещество, кроме упомянутых газов, находится в замерзшем состоянии на пылевых частицах. Более тяжелые элементы и некоторое количество водорода ведут свое происхождение от звезд предшествующих поколений. Некоторые из этих звезд взорвались как сверхновые, вернув межзвездную среду оставшийся водород и обогатив ее образованными в их недрах более тяжелыми элементами. Для сравнения, в одном кубическом сантиметре атмосферного воздуха содержится примерно 2,7 умноженные на 10 в 19 степени молекул в пересчете на водород. Когда газово-пылевое облако становится достаточно большим в результате медленного оседания слепания, акреции межзвездного газа и пыли по действиям гравитации, оно становится неустойчивым. В нем нарушается близко к равновесию соотношение между давлением и гравитационными силами. Гравитационные силы преобладают, и поэтому облако сжимается. В ходе ранних фаз сжатия тепло, высвобождающееся при превращении гравитационной энергии в энергию излучения, легко погибает облако, поскольку относительная плотность вещества мала. По мере возрастания плотности вещества начинаются новые важные изменения вследствие гравитационных и других флуктуаций, а также преобладание центробежных сил над центростремительными. Крупное облако дробится на облака меньшего размера, которые в свою очередь образуют еще более мелкие фрагменты. В конечном счете, по своей массе и размерам несколько раз превышающие нашу солнечную систему. Фрагментация туманности происходит до тех пор, пока скопление газовой полевой материи, его масса и скорость вращения не обусловит преобладание центростремительных сил над центробежными. Эти облака называют протозвездными. Конечно, некоторые протозвезды массивнее, чем наша Солнечная система. Они образуют более крупные, более горячие звезды, тогда как менее массивные протозвезды образуют меньшие, более холодные звезды, эволюционирующие медленнее, чем первые. Размеры протозвезд ограничены верхним пределом, выше которого произошла бы дальнейшая фрагментация, и низшим пределом, определяемым той минимальной массой, которая требуется для поддержания ядерных реакций. Сначала потенциальная гравитационная энергия, превращающаяся в тепло, энергию излучения в ходе гравитационного сжатия просто излучается наружу. Но по мере того, как плотность вещества возрастает, поглощается все большее количество энергии излучения, и в результате возрастает температура. Летучие соединения, первоначально намерзшие на частицах пыли, начинают испаряться. Теперь к H2 гелию примешиваются такие газы, как и аммиак, NH3 метан, CH3 пары воды, H2O и цианистый водород. Эти газы поглощают последующие порции энергии излучения, диссоциируют и подвергаются ионизации. Гравитационное сжатие протекает до тех пор, пока выделяющаяся энергия излучения рассеивается при испарении и ионизации молекул в частицах пыли. Когда молекула полностью ионизируется, температура быстро возрастает, сжатие почти прекращается, так как давление газа начинает уравновешивать силы тяготения. Таким образом, заканчивается фаза быстрого гравитационного сжатия, коллапса. В этот момент своего развития протозвезда, соответствующая по размерам нашей системе, представляет собой диск с утолщением в центре и температурой приблизительно на уровне орбиты Юпитера. Такой протозвездный диск продолжает эволюционировать. В нем происходит перестройка, он медленно сжимается. Сама протозвезда постепенно становится все более компактной, массивной и горячей, так как теперь тепло может излучаться только с ее поверхности. Передача тепла из глубины протозвезды к ее поверхности осуществляется с помощью конвекционных токов. Область от поверхности протозвезды до расстояния эквивалентного орбите Плутона заполнена газово-пылевым туманом. В ходе этого сложного ряда сжатий, который, как полагают ученые, потребовал около 10 миллионов лет, моменты количества движений системы должен сохраняться. Вся галактика вращается, соверша один оборот за 100 миллионов лет. По мере сжатия полевых облаков их момент количества движений не может измениться. Чем сильнее он сжимается, тем быстрее вращаются. Благодаря сохранению момента количества движения форма сжимающегося полевого облака изменяется от сферической к дискообразной. По мере сжатия оставшегося вещества протозвезды его температура становится достаточно высокой для начал реакции слияния атомов водорода, образований из них других элементов. Планеты формировались из оставшихся газов и пыли на периферии протозвездного диска. Агломерация межзвездной пыли под действием гравитационного притяжения приводит к образованию звезды и планет примерно за 10 миллионов лет. Звезда входит на главную последовательность и остается в устойчивом состоянии примерно в течение 8 тысяч миллионов лет. Постепенно перерабатывается водород. Затем звезда покидает главную последовательность и расширяется до красного гиганта и поглощает свою планету в течение последующих 100 миллионов лет. После нескольких тысяч лет пульсирования в качестве переменной звезды она взрывается как сверхновая и наконец сжимается до белого карлика. Хотя обычно планеты Солнечной системы считают массивными объектами общая масса всех планет составляет всего лишь 0,135 процента от массы Солнечной системы. Наши планеты и как предполагают астрономы планеты, образующиеся в любом протозвездном диске, располагаются в двух главных зонах. Внутренняя зона, которая в Солнечной системе простирается от Меркурия до пояса астероидов, представляет собой зону мелких планет земного типа. Здесь в фазе медленного сжатия протозвезды температура настолько высоки, что испаряются даже металлы. Внешняя холодная зона содержит такие газы, как H2O, пары и частицы гелия и частицы, покрытые замерзшими летучими веществами типа H2O, NH3 и CH4. Эта внешняя зона с планетами типа Юпитера содержит гораздо больше вещества, чем внутренние, поскольку она имеет огромные размеры и значительная часть летучих веществ, первоначально находившихся во внутренней зоне, выталкивается наружу в результате деятельности протозвезды. Один из способов построения картины эволюции звезды и вычислений ее возраста – анализ большой случайной выборки звезд. При этом измеряют расстояние до звезд, их видимый блеск и цвет каждой звезды. Цвет звезды определяется ее температурой. Голубой цвет соответствует очень горячим звездам, белый – горячим, а красный – относительно холодным. Можно рассмотреть диаграмму Герц-Шпрунга-Рассела. Она известна вам из курса астрономии и отражает зависимость между абсолютной звездной величиной и цветом для большого числа звезд. Поскольку эта классическая диаграмма включает звезды всевозможных размеров и возрастов, она соответствует средней звезде на различных стадиях ее эволюции. Большинство звезд располагается на прямолинейной части диаграммы. Они испытывают лишь постепенные изменения равновесия по мере выгорания содержащегося в них водорода. На этой части диаграммы, которая называется главной последовательностью, звезды с большей массой имеют более высокую температуру. В них быстрее протекает реакция слияния атомов водорода, а продолжительность их жизни меньше. Звезды с массой меньше, чем у Солнца имеют более низкую температуру. Слияние водородных атомов протекает в них медленнее и продолжительность их жизни больше. Когда какая-либо звезда главной последовательности израсходует около 10% своих исходных запасов водорода, ее температура снизится и произойдет расширение. По предположениям ученых, красные гиганты представляют собой состарившиеся звезды всех размеров, принадлежавшие ранее главной последовательности. При точном определении возраста звезды эти факторы следует принимать во внимание. Вычисления с их учетом показывают, что в нашей галактике нет звезд старше 11 тысяч миллионов лет. Некоторые маленькие звезды соответствуют этому возрасту, а многие более крупные гораздо моложе. Самые массивные звезды могут находиться на главной последовательности не более 1 миллиона лет. Солнце и звезды подобных размеров находятся на главной последовательности около 10 тысяч миллионов лет, прежде чем достигают стадии красных гигантов. Вокруг звезд вращаются спутники, планеты. Каким же условием должна отвечать планета, чтобы на ней могла возникнуть и существовать жизнь? Во-первых, расстояние от планеты до звезды должно быть оптимальным для того, чтобы температура на спутнике находилась в пределах, обеспечивающих жидкое состояние воды. А орбита планеты должна быть близкой к круговой. Во-вторых, скорость вращения планеты вокруг своей оси может быть во много раз выше, чем та, с которой планета двигается вокруг звезды. Только в этом случае энергия от звезды будет равномерно согревать поверхность планеты. В-третьих, звезда должна характеризоваться постоянством излучения. Наконец, в-четвертых, размеры планеты должны быть достаточно большими, чтобы удерживать атмосферу. Всем этим условиям удовлетворяет Земля. Ученые считают, что в нашей галактике в личном пути имеется около 10 тысяч планет земного типа. Опорные точки. Материя находится в непрерывном движении развития. Биологическая эволюция является собой определенный качественный этап эволюции материи в целом. Преобразование элементов и молекул в космическом пространстве происходит постоянно с очень невысокой скоростью. Процесс формирования планетных систем вполне закономерен и подчиняется законам физики. Планеты земного типа отвечают космическим и планетарным условиям, необходимым для возникновения жизни.